Проверьте, сколько раз вы сможете подтянуться. Виктория Амелькина, которой всего 6 лет, смогла это сделать 26 раз и завоевала гран-при среди девушек в соревнованиях по подтягиванию на перекладине. Девочка занимается спортивной гимнастикой. Покажи свой куб. Какой у тебя? Красивый? Понравился? Да. Дальше будешь соревноваться? Да. А кем хочешь стать, когда вырастешь? Врачом. Открытый чемпионат прошел в онлайн-режиме. Спортсмены и любители соревновались в 32 возрастных номинациях. В самой возрастной из них победу одержал Сергей Катунов, многократный чемпион мира, призер Европы и России по бодибилдингу. Причем на седьмом десятке действующий спортсмен. Говорит, бодибилдинг – это образ жизни. Я занимаюсь в бодибилдинге 30 лет, 20 лет я соревновательный стаж. Практически выиграл все, но никак не могу остановиться, продолжаю. Бодибилдинг – это вид спорта, которым можно заниматься практически всю жизнь. С 7 лет и кончая с 70 лет. Чувствую себя в форме и всегда красиво. В этом году Сергею будет 61, но если честно, с виду ему дашь не больше 45. Это все от занятий спортом, считает ветеран. Он, как опытный спортсмен, рассказал, как начать подтягиваться тем, кто не умеет и какую пользу это упражнение приносит. Есть подготовительные упражнения, подводящие. Сначала с резиночкой, потом с помощью партнера, а потом уже потихоньку переводить. Главное, первый раз сделать, подтянуться, а потом уже пойдет. Это мышцы спины, бицепсы, мышцы плеча, мышцы прессы, коры, которые держат туловище в вертикальном положении. Подтягивание – это упражнение на выносливость. Для достижения наилучших результатов нужны ежедневные тренировки и для взрослых, и для детей. У 10-летней Лизы Герасимовой, впрочем, был свой секрет – мотивация подруг. Первые 10 раз нет, а потом тяжело. Я потянулась 18 раз. Я собралась, ну и решила потянуться. Помогали мои подружки. Они помогали, говорили «давай, давай», поддерживали. Я рада, что я смогла что-то выиграть, смотря из такого много количества людей. В дальнейшем девочка хочет стать мастером спорта по спортивной гимнастике. Ну а самый юный участник соревнований Андрюша Варламов в спорте буквально с пеленок. В пеленках, если быть точным. В свои 10 месяцев он пока не подтягивается, но висит на перекладине вполне уверенно. За эту волю к победе он и получил приз зрительских симпатий. Основная задача – это пропагандировать здоровый образ жизни и развивать массовый спорт на территории Рязанской области. А получается таким образом, что мы уже развиваем не только на территории Рязанской области, а уже всероссийского масштаба соревнований проходит. Потому что у нас есть участники с остров Сахалин, с Туапсес, с южных регионов Санкт-Петербурга, с Блянска и так далее. В состязании на перекладине Кубок Деда Мороза в Рязани проводят уже в третий раз. Весной – новые старты. Так что готовить мышцам можно уже сейчас. Как говорят организаторы, среди участников все чаще о себе заявляют настоящие таланты. Победы, как известно, вдохновляют. И вовсе не удивительно, что после триумфа многие в дальнейшем уходят в спорт с головой. Даже если до этого дня им даже не интересовались.